17 января украинец Вячеслав Глазков по прозвищу «Царь» боксировал в Нью-Йорке с американцем Чарльзом Мартином за вакантный титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии ИБВ. В случае победы 31-летний уроженец Луганска стал бы третьим украинским боксером после братьев Кличко, которому удастся завоевать чемпионский пояс в самой престижной весовой категории. Смотрите интересные факты о том, кто же такой Вячеслав Глазков. Глядя на непобедимого украинского «Царя», рост которого составляет 191 см, а вес колеблится в районе центнера, трудно представить, что когда-то Слава был худощавым мальчишкой, да еще и заучкой. Глазков закончил в Луганске правовой лице с золотой медалью, а на первых соревнованиях выступал в легчайшем весе – до 56 кг. По словам самого боксера, за уши его из учителя никто не тянул, а поскольку в школьные годы у него не было плотного графика тренировок, он имел возможность учиться на «отлично». После выпуска из лицея Вячеслав поступил в Луганскую академию внутренних дел по специальности юрист-экономист. Параллельно он продолжал заниматься боксом, ежегодно переходя в более тяжелую весовую категорию. Будущий супертяж учился на факультете экономической безопасности – эту сферу еще также называют «война с беловоротничковой преступностью». В 2008-м ему было присвоено звание магистра уголовного права, а заодно и звание лейтенанта милиции. Первым серьезным титулом для Глазкова стало «Золото» студенческого чемпионата мира в Турции. Далее был взрослый ЧМ, проходивший в Китае. 21-летний украинец выступал в категории свыше 91 КГ, и уже в 2М-туре проиграл по очкам будущему чемпиону турнира Адланьеру Салису. Тому самому кубинцу, которого в 2011-м нокаутировал Виталий Кличко. В следующем году Глазков отправился в Болгарию на чемпионат Европы. В Плавдеве Вячеслав добрался до полуфинала, где уступил будущей жертве Владимира Кличко – Кубрату Пулеву. Еще через год в Чиково-Луганчане наконец-то добрался до решающего боя, однако в финале разгромно проиграл по очкам итальянцу Роберто Каморелли – 14 на 24. Кстати, на том же турнире наш Василий Ломаченко потерпел в финале поражение от Альберта Селимова. А в 2008-м Вячеслав поехал на Олимпиаду в Пекин. В четвертьфинальном бою с алжирцем Ньюфили Муата украинец получил надрыв локтевых связок. В полуфинале его ждал китайц Чиан Ичили, которого он до этого уже дважды побеждал в США и Турции. Но врачи настояли на том, чтобы сняться с боя. В итоге, Глазков завоевал бронзу, став первым после Владимира Кличко и последним украинским боксером, кто смог добыть медаль на Олимпийских играх в супертяжелом весе. Первый бой Глазкова на профессиональном НГИ состоялся 2 июля 2009 года. Профикарьеру Вячеслав начал в Москве поединком против турка из Канычетинка. Уверенно стартовать не получилось. Царь одержал победу по очкам. В следующем бою, который прошел в Екатеринбурге, украинец также выиграл благодаря решению судей. Стоит отметить, что за 6 лет Слава провел 21 поединок. Из них 9 прошли в Россию, 3-жды он боксировал на родине, в Запорожье, Киеве и Броварах, 8 раздрался в Штатах и однажды в начале карьеры его занесло в Доминиканскую республику. Учитывая, что главный офис промоутерской компании Глазкова Мэнни-Ивэнс располагается в Нью-Джерси, а сопромоутер Вячеслава, Кирилл Пчельников, глава одной из старейших промоутерских компаний России, «Пушка». Неудивительно, почему украинец живет и тренируется то во Флориде, то в Краснодаре. Интересный факт, у Глазкова практически нет опыта проведения 12 раундовых боев. Поединок с Мартином станет для украинца всего лишь третьим в его карьере, когда он сможет пройти максимальную дистанцию, положенную в профи-боксе. До встречи с поляком Тамашем Адамёком в марте 2015 года, царь, дрался лишь в боях, состоящих из 10 раундов. Первый же полноценный поединок стал для Вячеслава самым тяжелым испытанием за все время, поначалу бой складывался в пользу нашего боксера, но в чемпионских раундах у экс-соперника Виталия Кличко открылось, второе дыхание. Опытный Адамёк хорошенько помял украинца, однако судьи все же отдали победу Глазкову. После этого Вячеслав провел еще один 12-раундовый бой. Рубка с американцем Стивом Каннингемом тоже выдалась нешуточная, и вновь украинец выиграл лишь по очкам. Правда, Чарльз Мартин не может похвастаться даже этим. В карьере я досили непобедимого уроженца Миссурии 22 боя, но дольше 10 раундов еще не было. Поэтому, кто бы не победил в предстоящем поединке, его можно будет смело называть чемпионом без опыта. Учитывая события на востоке Украины, весной 2014-го боксер забрал семью из Луганска и перевез жену и дочь в небольшой курортный городок Форт-Ладердейл, находящийся на восточном побережье Южной Флориды между Майами и Уэст-Палм-Бич. К сожалению, война все-таки не обошла Глазковой стороной, и в декабре в Луганске его бабушка погибла от взрыва снаряда. По словам Вячеслава, старушка стояла в очереди за водой, куда и прилетел снаряд. Именно смерть близкого человека и военные действия на Донбассе стали одними из тех факторов, на которые опирался сопромоутер украинского супертежа Кирилл Пчельников, когда утверждал, что Глазков примет российское гражданство и на чемпионский бой с Мартином выйдет под флагом РФ. Продолжение следует...